Добрый день, с вами Дмитрий из Galileo Sky и мы продолжаем разбирать действия EasyLogic, которые используются при работе с CAN-шиной. В прошлом видео мы поговорили о подготовительных действиях, сейчас переходим к основным. Первое из них – прием CAN-сообщений. В этом действии происходит разбор сообщений, которые прошли через систему фильтров, организованную нами ранее. Данное действие представляет собой блок условия. Как только в буфере появляется сообщение, алгоритм проходит по ветке верно. В настройках блока нам нужно задать название переменной, в которую запишется идентификатор, и две переменные, в которые будут записаны первые 4 байта и вторые 4 байта данных. Также нам нужно указать количество байт, которое мы принимаем в данном идентификаторе. Если вам нужен весь пакет данных, то вы задаете объем 8 байт. Если вы зададите, скажем, 3 байта, то обработаны будут только 3 младших байта, и данные запишутся в первую переменную. Если же в буфере сообщений нет, то блок отправляет алгоритм по ветке ложно. Мы используем небольшую задержку, рекомендуем 5 миллисекунд, и снова проверяем наличие данных в буфере. После приема сообщения нам нужно выполнить разбор полученных данных. Для этого мы используем блок разбор CAN сообщения. В настройках блока вы задаете переменные, в которой ранее сохранили половинки полученного пакета данных. Сами данные имеют битовое представление. В верхней части поля приведена таблица, которая поясняет, как производится нумерация байт и бит. Слева у нас идут младшие 4 байта, которые приходят в первой переменной, и старшие 4 байта, которые мы получаем во второй переменной. Обратите внимание на нумерацию бит в данном блоке. Обычно в документации с описанием протокола данные представлены в виде вот такой таблицы. Отсчет байт идет слева направо, то есть аналогично тому, как это происходит в EasyLogic. А вот нумерация бит внутри байтов отличается. В документации биты считаются справа налево, а вот в EasyLogic наоборот слева направо. Обязательно обращайте на это внимание при разборе кан сообщений. Для разбора сообщения мы с помощью мыши выделяем нужные нам биты или байты в красную рамочку и назначаем этим данным переменную. В рамках одного блока вы можете присвоить значения нескольким переменным. Просто нажмите кнопку добавить переменную, выберите ее из списка и назначьте этой переменной данные в пакете. Как и при работе в кан сканере, в данном блоке вы можете указать направление чтения байт, если их выбрано несколько. По умолчанию байты читаются в направлении Little Indian, то есть от младшего к старшему. Если вы хотите поменять порядок чтения, просто поставьте галочку Big Indian. Направление чтения байт вы можете узнать из документации на ваше транспортное средство. Следующий важный блок это отправка кан сообщения. Блок похож на прием сообщений. Вы определяете идентификатор, его размер, длину сообщения и задаете две переменных, в которых размещены младшая и старшая группы байт данных. Также в блоке нужно указать в какой интерфейс отправлять данное сообщение. Напоминаю, что переменной с идентификатором необходимо присвоить десятичные значения. В противном случае блок работать корректно не будет. Еще раз обращаю ваше внимание, что отправка сообщений в кан шину это потенциально опасное действие, которое может повредить ваше транспортное средство. Внимательно проверьте корректность отправляемых в шину данных. Давайте теперь на простом примере разберем общую схему работы SCAN в алгоритмах EasyLogic. На экране вы сейчас видите простую цепочку, реализующую прием данных с шины и запись этих данных в пользовательский тег. После блока старт устройства мы выполняем инициализацию кан шины на скорости 500 тысяч. Отправка сообщений в шину запрещена. Далее мы добавляем фильтр, в котором указываем идентификатор, маску и тип идентификатора. Как вы понимаете, в реальном алгоритме таких фильтров может быть несколько. Подготовительная часть алгоритма заканчивается блоком включить прием кан сообщений. Далее идет бесконечный цикл, начинающийся с приема кан сообщения, в котором мы проверяем, что в буфере есть интересующее нас сообщение. В этом блоке мы указываем переменную для идентификатора, две переменные, в которые мы записываем половинки сообщения из этого идентификатора и длину сообщения в байтах. Если алгоритм проходит по ветке ложно, то после задержки мы проверяем буфер повторно. Когда сообщение в буфере находится, мы разбираем это сообщение. В блоке разбор сообщения у нас указаны переменные, содержащие половинки пакета в идентификаторе. Также мы указываем, в каких байтах приходят интересующие нас данные и в какую переменную эти данные записать. После этого мы записываем в пользовательский тег значение нашей переменной и возвращаемся к блоку прием кан сообщений. Как я и говорил, данная цепочка показывает общий принцип получения данных сканшины. В следующем видео мы разберем работу реального алгоритма, а также я расскажу вам о некоторых тонкостях, на которые нужно обращать внимание. На этом все, с вами был Дмитрий из Галилева Sky, до встречи!